Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих коротких передач. Сегодня мы будем говорить о том, как научиться следованию за Богом самостоятельно, без посредников. Молодой человек буквально раздираем на части. В нем просыпается необходимость лично искать путь. И он усердно просит Бога вести его в нужном направлении. Он прислушивается к еле слышному голосу внутри своего сердца и делает первые шаги веры в послушании. Он испытывает невообразимую радость от этого еле ощутимого пульса в личном общении с Богом. Он начинает впервые следовать воле Божьей сердцем, в то время, как в детстве всегда следовал воле родительской. Здесь и происходит борьба за власть между родителями и Богом, как ни странно. Но разве не мы, родители, вели нашего сына, нашу дочь ко Христу? Разве не об этом были все наши молитвы? Разве не в этом заключалась наша самая большая мечта? Однажды я имел встречу с молодой девушкой. Ее лицо было опухшим от слез, потому что она плакала больше недели напролет. В руках она держала письмо от матери. Это девушка из большой консервативной христианской семьи. В попытке отыскать свою дорогу к Богу, она уехала далеко из родительского дома. Ее убеждения претерпевали самые разные существенные изменения. И она на этой почве все больше вступала в открытый конфликт с отцом и матерью. Девушка дала мне прочитать письмо, которое начиналось словами. «Дорогое и милое моему сердцу дитя, особо любимое, дочь моя, в больших страданиях с риском для самой жизни моей, ты пришла в этот мир». Каждая строка была пронизана слезами и сокрушением материнского сердца, зовущего свою блудную дочь домой. Строки были пронизаны доминирующим и подавляющим духом. Слова были меткими, как напоенные ядом стрелы и поражали в самое сердце. «Ты запуталась в жизни, ты молода, ты не знаешь пути, ты стала дерзкой и противящейся всему, что мы тебе говорили. Смирись, возвращайся, попроси прощения, откажись от всего, что чуждо нашей вере, и все станет на свои места, буря уляжется, и все у нас будет хорошо, как было раньше». Человек состоит из убеждений. Посягать на убеждения человека значит посягать на личность, ломать убеждения, ломать личность. Этой девушке так хотелось признания со стороны самых дорогих ей людей, так хотелось объясниться, быть услышанной, но на нее смотрели, как на ребенка глупого, наивного, даже смешного, как на сердитого котенка, которым просто забавлялись. И никто всерьез не принимал во внимание ни один из ее аргументов. Она никогда не рассматривалась как личность, мнение которой имеет право на место в рассуждениях. Она оказалась перед выбором – либо смириться перед волей родительской и заживо себя похоронить, либо остаться принципиальной и порвать со своим родством. Откровенно сознаться я до сих пор не знаю, что произошло или может произойти в ее жизни. Она настолько слаба в вере, что есть большая вероятность того, что она дополнит печальную статистику детей верующих, родителей, которые ушли от Бога. Ее просто отвергли и примут обратно только на своих условиях. Но для нее Бог один, и вера одна, и крещение одно, как мы читаем в Евангелии. Все вы одно во Христе, но только не у нее в доме. Все одно, только теоретически, но не практически. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям, особенно в сердце родителей. Храни вас Господь! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok